Служение мус Храни меня, мой талисман Храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения Ты в день печали был мне дан Очередной культурный подарок преподнес фонд искусства, наука и спорт любителям поэзии Старого Оскола В рамках новаторского фестиваля искусств Арт-Окно был представлен проект Кинопоэзия Постоянные мероприятия благотворительного фонда Алишера Усманова заметно оживили культурную жизнь жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей Здесь были современник, малый драматический театр Льва Додина, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, камерный оркестр виртуозы Москвы во главе с маэстро Спиваковым А в 2017 году фонд начал реализацию нового многогранного проекта С этого года наша культурная активность будет проходить несколько в ином формате в форме фестиваля Арт-Окно Он будет круглогодичный, в рамках этого фестиваля к вам будут приезжать также театры, концерты Мы решили разнообразить нашу деятельность и организовывать еще и какие-то не настолько крупные активности, такие как мастер-классы, лекции, выставки В Старооскольском городском округе с благодарностью относятся к той масштабной и беспрецедентной деятельности, которую развернул фонд искусства, наука и спорт Вы радуете староскольцев своим присутствием и не только своим присутствием, но и повышаете культуру жителей Старооскольского городского округа Безусловно, не каждая территория имеет такую возможность На протяжении уже многих лет жизнь в Старом Осколе стала намного ярче, насыщеннее, интереснее Это все благодаря фонду искусства, наука и спорт Потому что кроме городов присутствия компании «Металлоинвест» Другие города не могут, конечно, похвастаться таким обилием культурных событий и мероприятий, которые организовывает для нас фонд Автор и худрук проекта «Кинопоэзия» актер МХТ имени Чехова, заслуженный артист России Анатолий Белый рассказал, что идея создавать мини-фильмы на стихи известных поэтов сравнительно молода Но она нашла отклик в сердцах российских актеров и поддержку фонда искусства, наука и спорт Фонд искусства, наука и спорт был той первой рукой, которую протянули к кинопоэзии и благодаря которому, собственно, проект родился Потому что в июне прошлого года произошел день рождения кинопоэзии, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня И фонд искусства, наука и спорт был той первой организацией, которая поддержала нас В целом идея визуализировать чтение стихотворений не нова, однако проект «Кинопоэзия» представил ее в ином свете Мини-фильмами, раскрывающими не сюжет, а эмоциональную составляющую произведений классиков Староаскольцам, пришедшим в Центр молодежных инициатив на презентацию проекта, повезло особо Так как видеозарисовки перемежались с живым исполнением стихов со сцены, образовывая цельное театральное действие Ну о чем? Это о любви, конечно, получилось так, что это о любви, но это слишком емкое понятие Сценарно он развивается от некой такой юношеской любви, от таких чистых лирических стихотворений Юношеских ранних стихотворений Ахматовой, Цветаевой и Пастернака Через фильмы тоже такие очень лиричные, очень нежные К драме, к тому, что происходило, потому что, конечно, это связано, все взаимосвязано, соотносится с судьбой этих поэтов И то, что получилось в скрипке, та экспрессия, с которой я читаю это стихотворение, она не случайна 21 год, молодой Маяковский, непризнанный, изгоняемый отовсюду, голодный, без жилья Который приходил в кабаки, в клубы или где это еще происходило, в бродячие собаки и так далее И утверждал свои стихи, он их орал со сцены Оркестр чужого смотрел, как выплакивалась скрипка, без слов, без такта Только где-то глупая тарелка вылязгивала, что это, как это А когда геликон, меднорожный, потный, крикнул, дура, плакса, вытри Мы просто сделали мост в сегодняшний день Человека, которому мы посадили его в машину, таким образом мы задаем, что это человек, в принципе, не бедный, нормальный, обычный, сегодняшний, современный человек Мы с вами, но нам снятся те же сны Я уже, ну, понимаю это по-другому, вижу, и для меня это открытие, которым я, ну, готова поделиться с зрителями Это история женщины, история судьбы, любви, ревности, расставаний У нас актер, мужчина и женщина, и есть позиция, когда ты сам участвуешь всеми своими эмоциями, всеми своими чувствами Просыпаться на рассвете от того, что радость душит И глядеть в окно каюты на зеленую волну Это будут стихи о трех временах, немного о любви И эти стихи взяты мною из разных времен Какое-то время меня возбуждало, вдохновляло Ахматова, какое-то, Цветаева Потом они менялись местами И вот некий микс сегодня я хочу показать зрителю, прочитать Мы сжигаем несбыточные жизни, золотые пышные дни И о встрече в небесной отчизне нам ночные не шепчут огни В Старом Осколе была представлена лишь малая часть кинопоэтических этюдов Талантливых российских режиссеров с участием известных актеров театра и кино, поддержавших проект Реакция зала красноречива Кинопоэзия удалась Проекту быть и развиваться далее Сегодня мы пришли со студентами, всем составом кафедры филологии Очень интересный проект, очень необычный, новаторский Много инноваций, много новаторства Неоднозначно воспринимаемые, но впечатления очень положительные, очень хорошие Потому что мы больше привыкли, когда соединяют поэзию и музыку Я сидела в предвкушении, что я услышу романсы на стихи Марины Цветаевой, Анатолия Журбина Но совершенно другое направление и другое ощущение Соединение движения, соединение художественного образа, который воплощается в кино И того поэтического образа, который создается в произведениях Серебряного века В произведениях русской Классики нового времени, если можно так сказать Это, конечно, очень интересно Это живые эмоции То есть, когда они с нами фактически контактируют Это непередаваемое ощущение, когда человек стоит на сцене И так это все произносит, с такой чуткостью, с таким восприятием Как будто через себя это все пропускает Это заставляет в какой-то мере чувствовать то же, что и он как-то проникает внутрь Это очень будоражит Мурашки даже по телу шли Безумный восторг Это какая-то новая ветвь в искусстве, я считаю Вот именно жанр поэзии, жанр кино Это некий симбиоз, поэтому это было, конечно, удивительно Староскольцы с нетерпением будут ожидать новых проектов в фестивале искусств «Артокно» Все желающие могут следить за развитием этого творческого диалога между регионами и культурными центрами посредством сайта www.artoknofest.ru Где можно оставлять свои мнения, пожелания и заявки Кто знает, может именно ваше предложение станет новым витком развития фестиваля «Артокно» «Артокно» Продолжение следует...